Екатерина Скокунова учителем мечтала стать с детства. Даже в школе брала подшефные классы. Поэтому, когда предстоял выбор будущей специальности, Екатерина определилась не раздумывая. Сейчас она учитель английского языка в школе номер 68. В этом году решила попробовать свои силы в региональном этапе конкурса «Учитель года». Как вводится, открытый урок пошел не по плану. Сломался сайт, на котором строилась часть учебного процесса. Урок пришлось перестроить. Возможно, такое нешаблонное мышление и стало для жюри конкурса решающим фактором. Екатерина Скокунова признана лучшей по итогам всех испытаний. Я старалась донести, что современные дети требуют современного подхода. Даже говоря о традиции, все равно нужно следовать вызовам времени. Мы говорим о том, что иностранный язык, особенно в сложившейся ситуации, очень сложно преподавать. Но наши ребята готовы и нужно использовать современные технологии, цифровые системы. И тогда все получится. Торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2023» прошла в Рязанском дворце детского творчества. Участников приветствовал губернатор Павел Малков. Он рассказал, что сам рос в семье преподавателей. Поэтому не понаслышке знает, что это тяжелый труд. В целом, сейчас государство уделяет очень большое внимание развитию сферы образования. Но сейчас стоит задача создать современную образовательную среду для освета с тем, зависит от того, где мы жили, в городе, в себе. Необходимо постоянно улучшать качество образования и введевать передовые образы. И вот во всем этом ключевая роль у педагога. Даже странная современная школа никогда не живет без коллектива, который должен отдать в свою жизнь. И наоборот, я, как учитель, способен в дальнейшем учиться и развиваться своим учеником вообще не зависимо от условий. Но уже когда все это отменяется, то тут и получается самый лучший результат. В региональном этапе конкурса участвовали 29 педагогов из города и области. Финалистами стали 6 преподавателей. Гран-при получила Екатерина Скокунова. Она же отправится отстаивать честь региона на всероссийском этапе.